Привет! При создании практически каждого макета используются шрифты. Стандартных шрифтов установлен в компьютер может быть недостаточно. И возникает вопрос, как и где их скачать. Первое, что нужно знать, что шрифты устанавливаются не в иллюстратор, а в саму систему в компьютер. Теперь я напишу слово, пускай это будет название канала. И хочу сделать его интересным шрифтом. Те шрифты, которые у меня есть в иллюстраторе, мне не устраивают, поэтому я лезу в интернет, пишу, скачать шрифт. Можно не дополнять для фотошопа или для иллюстратора, потому что шрифт скачивается не в саму программу, а именно в систему Windows. Захожу на первый попавшийся сайт. Что я здесь вижу? Вариации шрифтов, категории, чтобы легче было искать, и строка, в которой мы записываем слово или фразу, для того, чтобы предварительно видеть, что у нас получится. Пишу название канала. И уже предварительно вижу, как надпись будет выглядеть с разными шрифтами. Нахожу подходящий, нажимаю. Вижу описание шрифта. Вижу, как будут выглядеть буквы английский или русский. Нажимаю я не робот. скачать. Открываю и нажимаю установить. Закрываю окно, перехожу в иллюстратор. И применяю шрифт к моему слову. Можно шрифт искать пролистывая, но когда у тебя слишком много шрифтов, это будет затруднительно. Я нашел свой шрифт, выбираю и получил результат, который хотел. Следующее. Где сохраняются шрифты, если не в иллюстраторе? Они сохраняются в Windows. Заходим. Диск C. Windows. Папка Fonts. Открываешь папку и видишь все шрифты, которые были установлены с Windows, и были скачаны тобою. Давай найдем наш шрифт, который мы скачали. И он находится в самом низу. Вот он. Что здесь можно сделать? Допустим, ты долгое время работаешь в графических программах, скачал много шрифтов и решил переустановить систему. В таком случае лучше взять содержимое этой папки и скачать на отдельный носитель. После переустановки системы вернуть все обратно и все шрифты, которые у тебя были накоплены за долгое время, они у тебя останутся. Или же ты работаешь не только на своем компьютере, но и где-то на работе или на другом компьютере. Также можно скачать шрифты на носитель и перенести шрифты туда. И у тебя шрифты твои будут и здесь и на другом компьютере. Ну вот и все. Я рассказал тебе как скачать шрифты, установить их и показал где они находятся. Твоя задача подписаться, написать комментарий, поставить лайк и посмотреть остальные видео. Пока!